благо. Я хочу поделиться еще очень интересной историей. Это хасидская притча. I love it. Однажды молодой человек пришел к Равину и говорит, Равин, у меня очень много детей и у меня всего лишь мы живем в одной комнатке. У нас нету никакого прайвеси, у нас негде, у нас очень сложно. Пожалуйста, дайте мне совет. И этот Равин ему говорит. Это хасидская притча еще раз. И этот Равин ему говорит, иди домой и возьми козу, которая посетит тебя во дворе, и заведи ее в свою комнату. Пусть она живет с вами всю неделю. И на следующей неделе придешь ко мне, и мы решим твой вопрос. И, ну, раз Равин сказал, это хасид, раз он такое сказал, конечно же, он просто так не скажет. Он идет домой, привозит козу, и коза находится вместе с ними, живет вместе с ними целую неделю. Вы можете представить, как намного сложнее стала жизнь с этой козой вместе внутри комнаты, этой самой комнаты, где жили очень много детей, муж, жена и вся семья. И через неделю он пришел снова к Равину. Говорит, Равин, сказать честно, жизнь стала намного сложнее, намного сложнее. Пожалуйста, дайте мне какой-нибудь дельный совет, чтобы мне стало легче. И Равин ему сказал, иди домой, выведи козу снова во двор, пусть она живет снова во дворе. И ты живи со своей семьей в квартире, и через неделю пойдешь ко мне. Ну, конечно же, no brainer. Он пришел через неделю и говорит, Равин, Ган Эдин, прекрасная жизнь. No questions, no problems. Так прекрасно. Thank you very much. Каждый из нас, мы думаем, что у нас эти есть проблемы. Или придумываем эти проблемы для себя, маленькие проблемы, которые в принципе не проблемы, которые в принципе легко решаемы. И живем с этими проблемами. Дорогие друзья, нет худа без добра, и нет добра без худа. Не бывает человека, который имеет все 100%, или человека, у которого все 100% очень плохо. И, конечно же, есть с каждого ups and downs, но Всевышний знает твою проблему. Всевышний знает, где ты находишься. Всевышний не забыл про тебя. И знает, через что ты проходишь. И раз Всевышний поставил тебя на этот путь, поставил на эту ситуацию, значит ты, именно ты, the custom made, можешь с этой ситуацией прекрасно выйти из этой ситуации и наоборот научиться из этой ситуации. И таким образом пойти на следующий level, на следующий уровень, то, что ты в этой жизни. И я с этим оставляю вас этой истории. И, конечно же, я не тот самый равен, который могу сказать вам, заведи козу, и вы заведете козу домой. Не об этом речь. Просто представьте, на маленькую секунду, закройте глаза и подумайте, что если у вас мало места, подумайте о том, что если бы у меня не было бы еще двух комнат, как бы я жил. Представьте на минуточку, откройте глаза и посмотрите на свои комнаты. You'll be happier. It's all about attitude. Это все, что у нас в голове. Или же представьте тех самых людей, которые мы любим. Представьте, что этих людей нету, и мы больше не сможем их увидеть. Закройте свои глаза и представьте это на секундочку. И после этого откройте свои глаза. Вам захочется обнимать и целовать этих людей endlessly. Тех самых людей, от которых мы обижались. Anyway, я желаю вам всего доброго, хорошей недели. И God bless you. Огромное спасибо, что вы обратно-таки смотрите эти самые месседжи. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь со своими друзьями. Если есть у вас что-то, if you got inspired, если вы вдохновились, пожалуйста, поделитесь с другими. И Байзрата Шэм, дай Бог, чтобы мы могли решать свои проблемы. И так как этот Рамин сказал, если у тебя небольшая проблема, если эта проблема может решиться деньгами, то это даже не проблема, это просто-напросто расходы. Так что иди и решай свои проблемы. Байзрата Шэм, дай Бог, чтобы Всевышний давал нам эти благословения, потому что Всевышний дает всегда благословения. Дай Бог, чтобы мы могли видеть, принять и взять эти благословения. Будь тем самым сосудом, который принимает эти самые благословения, которые Всевышний нам дает. Амин и Амин. Thank you very much.